Олег Владимирович, в преддверии завтрашней встречи в формате Рамштайн генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал информацию, согласно которой те самые загадочные взрывы, которые прогремели на складах у оккупантов на территории временно оккупированного украинского полуострова Крым, это дело рук украинских военных. Теперь, почему было сделано такое заявление и что это совпадение или все-таки закономерность, что эти слова прозвучали именно в преддверии завтрашнего заседания? Я вам скажу, что на мой взгляд и события в Херсонской области, и события в Харьковской области, которые мы сейчас наблюдаем, это тоже в какой-то мере в преддверии Рамштайма. Мы хотим показать, что мы умеем пользоваться оружием, в том числе и западного образца, и мы можем громить российские войска, и поэтому чем быстрее нам дадут вооружение, тем больше шансов на успех этой операции. И война продлится меньше по самим срокам. И еще критерий такой, что Российская Федерация, ну у меня такое впечатление, что у Путина кончился красный фломастер. Помните его заявление, он сказал, что красный линию он будет рисовать сам, для всех, для всего мира. Так вот, Российская Федерация перестала реагировать на поставки нам западных образцов вооружений. То есть, никакой реакции. И это, по-моему, есть позитивный сигнал или зеленый свет на то, что, кстати, США даже это отметили и сказали, что теперь мы будем поставлять вооружение Украине, не озираясь на реакцию Кремля. Олег Владимирович, ну может быть непосредственно Кремль не делает таких заявлений, но те государства, которые так или иначе дружат с Кремлем, подобные заявления сделают Турция, например. Да, вот, например, Раджеп Тейп Эрдоган заявил буквально сегодня о том, что Запад ведет неправильную политику в отношении России. Сказал, что политика ее основывается на провокациях России. И более того, что лично мне вообще не стало понятным, может вы объясните, как военный эксперт, Эрдоган сказал, что Запад поставляет Украине хлам, а не вооружение. Это вообще о чем? Вы знаете, ну, я думаю, что лучшим бы ответом Эрдогана было бы спросить, а почему же тогда Турция нам не хочет поставить свое лучшее вооружение, не хлам, как они считают. Турецкая армия числится в одной из самых боеспособных армий их блока НАТО и в мире. У них довольно высокий рейтинг у турецкой армии. Так пусть он нам поставит тогда отличные. Байрактары мы покупаем за свои деньги. Это не подарок от Турции. Но вы знаете, мне кажется, здесь немного глубже проблема и шире. Мне кажется, Путин прижал Эрдогана тем, что бросил такую фразу, вот сейчас выступая во время своей поездки на Дальний Восток, он сказал, а не стоит ли приостановить поставки зерна из Украины? А я напомню, что президент Турции и генеральный секретарь ООН являются гарантами этой сделки. Они посредники этой сделки и Турция с этой сделки получает довольно большой процент зерновых для себя. Поэтому я думаю, что такие заявления могли повлиять на мнение Реджепа Эрдогана. Тем более напомню, что его мнение относительно ситуации с переговорным процессом. Помните, он же все время говорил, что давайте вот Анкара, приезжайте. Есть платформа, которая вот зерновая сделка. Это хорошая платформа, основа для переговоров. А потом накануне Крымской платформы, получив письмо от Министерства финансов Соединенных Штатов, он выступил с таким резким заявлением, что основа переговоров между Украиной и Россией – это возврат Крыма Украине. Можно еще тогда за Эрдогана уточню последний вопрос? Он также в своем обращении сказал, что в этой войне не выиграет ни Украина, ни Россия. Это все-таки пророссийский нарратив больше? Ведь я так понимаю, что страны Запада, наши союзники, мы рассчитываем только на победу, а не просто не на проигрыш. Да, это пророссийский нарратив. И это, знаете, это попытка. Он все время пытается перетянуть одеяло на себя. Он хочет стать новым лидером Ближнего Востока. И он использует любое. Он хочет переговорный процесс где? Он предлагает в Анкаре. Потому что он потом выйдет и скажет, я решил этот вопрос, я это организовал. Зерновая сделка кто гарант? Эрдоган. Я это организовал. Он пытается поставить себя, возвести на олимп мировой политики и стать в линейку первых стран мира. Окей, ну да. Если основываться на заявлениях ряда экспертов, Эрдоган получил от Путина довольно серьезные поблажки или бенефиты и теперь отрабатывает. Ну или во всяком случае делает вид, что отрабатывает. Все-таки приятно получать подарки, особенно если за них ничего не нужно платить в ответ.